Крышу вот этого дома соседского мы закрыли в октябре-ноябре или декабре 2015-го еще года. Сейчас почти май 2017-го. И вот от него железки лежат, которые тоже резались болгаркой. Насчет коррозии. Вот так они тут в земле лежат. Вот насчет коррозии. Сколько лежат в земле уже. Почти два года. Нет коррозии ни на царапинах, ни на местах среза болгаркой. Вот это не наш металл. Это я не знаю, что такое. Но даже на нем нет ржавчины. Нет, вот здесь есть чуть-чуть. Но места среза в порядке. Что касается коррозии от использования болгарки. Вот еще нашел старые наши куски металлочерепицы. Вот эти с прошлого лета. Вот эти с прошлого лета лежат здесь примерно. С осени, лета ли. Ну вот, они в траве, под дождем. Вот кладочная сетка вся ржавчиной подраз. А эти, ну да, так на местах реза болгаркой. Из-за того, что они вот в траве лежали. Немножечко, самую малость поржавели. Вот эти следы, это от кладочной сетки. А вот сетка, да, она ржавеет. А профнастил, хоть бы хрен. Вот он прекрасно сохранился. Вот оцинковки. Вот этим минимум 4 года, может уже 5. Мы их со стройки на стройку таскаем. Опалубку... Опалубку стягиваем. Углы фундамента как бы. Этими пластинками, полосками. Они, они вообще живучие, они вообще неубиваемые. Они вообще не боятся ни коррозии, ничего. А вот профнастил, вот гладкий лист. Вот негладкий, ржавчина. Это чисто от кладочной сетки. Вот она, вот кладочная сетка. Она вся рыжая, да. Прям светится. Так что, можно работать. Можно, можно резать болгаркой. Тем более, все места среза на кровле у любого дома, они же закрываются коньком. Это в траве лежит годами, в мокрой, в земле. То не ржавеет. А там вообще ничего не будет. 100% я сейчас уже говорю. Спасибо.